Очагов групповой заболеваемости не выявлено. Минздрав и Роспотребнадзор Владимирской области опровергли информацию о гуляющем по детским садам энтеровирусе Коксаки. На этих снимках, разлетевшихся за выходные по соцсетям и СМИ, как уверяют авторы публикации, симптомы именно этой болезни. Вирус наиболее заразен для детей до 15 лет. Чаще всего среди признаков такого заболевания указывают повышенную температуру, сыпь, головные и мышечные боли. 4 ноября различные источники, в том числе федеральное агентство ТАСС, начали сообщать о массовых жалобах на распространение заболевания по детским учреждениям Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае. Высказываются предположения, что вирус привезли отдыхающие из Турции. Так, к примеру, слова обеспокоенных родителей приводит телеграм-канал Шот. Как рассказали Шот мамочки, детей одного из садиков во Владимире, с вирусом к ним в группу привели ребенка, после чего все трехлетки начали болеть по очереди. Итого заразились больше 20 детей. У малышей сначала вырезали язвы во рту, а потом появилась сыпь на теле. В местной больнице, по словам родителей, медики им сказали, что это коксаки. Но в справке написали ОРВИ. Уже вечером праздничного дня на официальной странице Минздрава 33 региона появилось опровержение информации о массовом распространении коксаки. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения в настоящее время нет под наблюдением несовершеннолетних с лабораторно подтвержденной инфекцией, вызванной вирусом коксаки. При этом сообщение о вирусе возымело определенный эффект. В Роспотребнадзоре области пообещали ужесточить меры контроля за заболеваемостью детей в общеобразовательных учреждениях. В частности, надзорные органы посмотрят, как в школах и детских садах проводят утреннюю профилактику, обязательную в сезон простуд. Речь об измерении температуры тела и выявлении других симптомов. Кроме того, в органах контроля подчеркнули, массово дети не болеют, но все же несколько случаев заражения так называемым турецким вирусом были выявлены. Сколько именно в Роспотребнадзоре не назвали и попросили обратиться за статистикой в официальном запросе. За последний месяц регистрировались единичные случаи антеровирусной инфекции. По состоянию на 5 ноября 2024 года во Владимирской области очагов групповой заболеваемости в детских образовательных организациях, в том числе связанных с посещением Турции, не зарегистрировано. Однако многие родители не согласились с такими выводами, представленными органами здравоохранения. С 6 каналом связались некоторые жители Владимирской области, которые недоумевают, почему информация о вспышке разлетелась только сейчас. Ведь, как они утверждают, на самом деле подобным вирусом дети болели намного раньше, летом и в начале осени. Кроме того, люди делятся историями, когда все симптомы, а иногда и сами слова врачей, подтверждали наличие заболевания Коксаки у ребенка. Но при этом во всех справках указывалось лишь ОРВИ. Так, рассказывают родители, официальной статистике доверять уже сложно. Например, Анна, свою фамилию она не называет, живет с семьей в Гусь-Хрустальном. Женщина утверждает, ее дочка переболела вирусом еще летом, в июле. Тогда уже заметила, что реальные данные о заразившихся будто бы скрывают. В анализы пришли то, что вирус подтвердился. И как бы у нас группу закрыли на карантин, потому что много детей заболело. То есть и пипки вот этой, и в горле, и температура была. Ну, а диагноз-то всем ОРВИ, просто как простуда ставит. Ну, то есть симптомы у всех одинаковые. И то, что мы понимаем, что это не ОРВИ, ну, по крайней мере, вот раньше вообще даже мы знать не знали про такое заболевание, что вообще можно болеть. Екатерина Крылова из Владимира, мать пятерых детей. Вирусом Коксаки у нее заразились сразу двое. Екатерина делится. Признаки болезни у двоих дочек заметили около месяца назад. Сейчас же наплыва вируса в детском саду не замечают. Во рту ужас был. Она ничего не ела три дня, только пила из шприца. Я сразу паньку навела, что это не похоже на ветеранку, так как у меня пять детей. Я первый раз с таким столкнулась. Сразу врача вызвали. Врач подтвердил, что это как сайки. Ну, в карточке, не знаю, может быть, поставили, что ОРВИ. Сейчас спад. Сейчас вот фотография вам сказала, последствия вот такие вот. Подробную памятку о профилактике энтеровирусной инфекции приводит Роспотребнадзор. В первую очередь в ведомстве советуют тщательно мыть руки после возвращения из общественных мест, после посещения туалета и перед едой. В ведомстве также открыли горячую линию для туристов, вернувшихся с отдыха с признаками заболевания Коксаки. Обратившихся просят сообщить по телефонам, указанным на экране, период нахождения в Турции или другом курортном месте, название отеля, дату возвращения в страну, состояние здоровья и другие параметры. Памятка от Роспотребнадзора получилась обширная. Полную ее версию мы опубликовали на нашем сайте 6tv.ru. Маргарита Бычкова, 6 канал.